В июне на рынке ЖКХ появилась частно-муниципальная компания «Мой комфортный дом». 40% ООО принадлежат бизнесмену Евгению Эргарду, 60 муб водоканал. В комитете городского хозяйства поясняют, создать полностью муниципальную компанию нельзя по закону. А вот доля уставного капитала в МКД позволит контролировать ее работу. Наша цель предприятия созданного – это не получение прибыли, а прозрачность получения всех средств от жителей и направление всех собранных средств именно на улучшение качества жизни. Такой достаточно проблемный жилмассив достался на сегодняшний день в обслуживании. Это станция дивизионная, Сосновый Бор. Большинство, конечно, домов там находится. Ранее там обслуживали у нас организацию ОГУЖФ, на которой на сегодняшний день лишена лицензии. И дома оставались у нас брошенными. О проблемах с управляющей компанией ГУЖФ мы уже рассказывали. Фирма была московская. И в проблемах местных жителей не особо старалась разобраться. На финансирование и отсутствие материалов жаловались даже рабочие. ООО МКД обосновалось на этих же участках. В штат взяли сотрудников ГУЖФ. Но принцип работы обещают изменить. Старые, которые были, они же финансированные не было. А сейчас вот материал маленький приобрели. Вот стыки тоже отопленные. Стыки на полипропилен, да, меняют. 933 дом. Значит, здесь мы провели мероприятие по замене запорной арматуры, контрольно-измерительной приборы. Как вы видите, на сегодня, да, на данный момент у нас давление по горячему водоснабжению. Имеется также установлен термометры. Система отопления промыта, прессована. Мы могу заявить с ответственностью, исполнить, что все дома на станции дивизионной, поселок Сослово-Бор, Звездный, Тальцы будут готовы к отопительному периоду. Будем на следующий год планировать после окончания отопительного уже проведение косметических ремонтов в подвездах. Некоторые дома на дивизионной требуют не просто ремонта, а расселения. По крайней мере, так считают их жители. Согласно акту 2013 года, где от фундамента до пятого этажа лопнула стена. Мы приняли коллективную жалобу, обращение от этого дома и, в свою очередь, направили в подведанность организации Министерства обороны. Данный дом, если будет признан все-таки аварийным, будем заниматься вопросом расселения совместно с Восток-регионом жильем. Бежит с потолка. Ну, я глядела на капремонте. Планируется в 2040 году. По переносу сроков мы, конечно же, будем отрабатывать с фондом капитального ремонта. Думаю, у нас это получится. Не весь объем сразу, но начнем. Нет, средств не хватает, так как взносы в фонд капитального ремонта должен производить собственник. А собственник здесь – это Министерство обороны. Министерство обороны, к сожалению, по моим данным взносы не платит. Но, тем не менее, фонд капитального ремонта планирует данные дома включить в федеральную программу. На примере Соснового убора у нас в этот год уже включен многоквартирный дом по адресу Баневура 2Б. Скажите, есть заметили какие-то изменения с приходом новой управляющей компании? Есть ли они? Нет, не заметила. Да что-то никакого изменения вообще. Они с июня вроде только пришли, пару месяцев буквально. У них как бы в Вайбере есть своя группа, там они отписываются, где что сделали. Но в основном почему-то отчетность идет только о том, что помыли подъезды и все. Она еще мало здесь присутствует, может быть что-то в дальнейшем изменится.